И вновь я от всей души приветствую вас на нашем строительном канале «Строю дом своими руками». Меня, как всегда, зовут Денис Жарков. Сегодня буду заниматься утеплением нашего дома, то есть делать в нем жарко. В прошлом выпуске из-за плохой погоды я не показал вам последнюю стадию завершения нашего оформления утепления фасада. Сегодня же я не покажу вам первую, потому что я уже начал, но зато я покажу последнюю. И если вы досмотрите этот выпуск до конца, то я обещаю, что покажу вам все сложности и радости решения вопроса по будущему оформлению нашего фасада. Как я уже говорил, я стараюсь сделать свои выпуски не только интересными, но еще и полезными для вас, мои дорогие подписчики. Поэтому компания «Техно Николь» предложила мне классную скидку для вас в размере 15% на весь 2021 год на позиции, которые я укажу для вас в этом списке. Ребята, я был в шоке, когда прошел вверх стены и я увидел, какие тут щели. Это просто нереально. И поэтому, когда вы мне говорите про то, что начиная сначала отопление, а утепление уже сделаешь, когда захочешь, потом позже. Но это в корне неправильно. Просто потому, что отопление штука такая, требующая больших капиталовложений. И я потом просто за утепление уже вряд ли бы взялся. Кстати, прикол, я решил сэкономить и взял летнюю пену. И если хорошо ее подогреть перед работой, она отлично себя показывает. Я думаю, кто-то из вас заметил, что сегодня я пошел нестандартным путем и вату начал устанавливать сверху вниз. У меня были кое-какие дела наверху, я там подкручивал брусок и решил, чтобы уже не слазить, попробовать сверху. И на самом деле сверху не так уж и плохо. Да, попробуйте, если будете это делать. То есть все получается очень хорошо так же, как и снизу. Косые засверливания – это очень полезная вещь. Она дополнительно укрепляет брусок. Так, друзья, и вот у нас получился вот такой вот узел. Это как раз примыкание угла. Проходится он крайне просто. Почему в предыдущем ролике я говорил про 5 сантиметров от угла? Это как раз для того, чтобы сюда уложить минеральную вату. Вот я сейчас сюда вложу клочок минеральной ваты и накрою это другим клочком. Получается, что у нас будет перехлест швов. А следующий слой уже перекроет тот слой. И потом это все бруском прижмется. Будет супер. Так, повыше поднимаем, чтобы поджать. И вставляем в проем. Теперь, чтобы было понятно, я покажу, как примыкание выглядит. И потом пленкой мы все это еще завернем. Итак, начинаем вторую сторону утепления. Сейчас я укладываю горизонтальный брусок. Потом два шаблона. Потом опять горизонтальный. И таким образом поднимаюсь на самый верх. После мне будет очень легко уложить вату между ними. Вторая линия обрешетки это самое простое, что придумали люди, которые сообразили использовать вентилируемый фасад в жизни человека. В некоторых комментариях мне часто пишут, что у тебя очень много болтовни в ролике. Сейчас я некоторое время дам вам посмотреть выпуск без моего участия. А вы в комментариях, пожалуйста, напишите, как все-таки лучше. Для зрителей, вновь подключившихся к нашему каналу, напомню, брусок использую кедровый. Только после камерной сушки с влажностью 8-10%. Выбор системы обрешетки тоже не случайный. Я взял его на сайте Технониколь в разделе рекомендации по укладке фасадного утеплителя Техноблок. Именно под вентилируемые конструкции. Это не какая-то отсебятина, а вполне рабочий вариант утепления, при котором листы Техноблока имеют максимальный коэффициент полезного действия. Без возможности дальнейшей просадки. С хорошей защитой от продувания швов, а главное простотой монтажа. Итак, я обещал рассказать вам про ошибки, и я про них рассказываю. Первое. Выпустил брусок сразу на полную длину будущей стены. Посмотрите. Это не совсем правильно. Вот этот брусок нужно было выпускать на 5 см меньше. Покажу в другой стороне, как это сделано уже со знанием дела. Посмотрите. Вот вровень с той стеной 5 см. И здесь выпуск 5 см. То есть теперь горизонтальная планка, она уткнется сюда. Вот это самый правильный выход. То есть от угла 5 см выпускаем всего лишь. А я выпустил 10 см. Вот моя ошибка там. Здесь уже я исправился. Проблема только в одном. Сейчас, когда я буду заворачивать мембрану, она у меня завернется вот таким путем, и сюда встанет брусок. По сути, не страшно. Но лучше, конечно, избегать таких вопросов. Тогда у меня мембрана обернула бы только эту минвату, завернулась, и у меня было бы правильное примыкание. Завершаем горизонталочку, вкладываем минвату и опускаем уже мембрану. Сегодня работа идет быстрее, чем в прошлый раз, хотя стена намного больше, потому что уже есть опыт. В прошлом выпуске я косвенно затронул тему техноблока. Он чуть-чуть дороже Rocklight, но его технические характеристики неоспоримо превосходят все ваши финансовые затраты на этот материал. Что понравилось мне конкретно в нем? Это его плотность, его упругость, его возможность на восстановление, так сказать, эффект памяти. Скажите честно, у вас до сих пор не возникает мысли, что это надежно, это не будет продувать и это не будет плесневеть? Хорошо, хорошо. Если вдруг у вас еще есть сомнения, то смотрите вот сюда. А вот так. Итак, софиты. Да, я установил их сразу до фасада. Почему все просто? Все кровельные работы я завершил три года назад. Фасад же закрываю только сейчас. Если бы я не зашил карнизы тогда, то каждую осень был бы вынужден убирать горы снега с чердака. Плюс вряд ли мне удалось бы утеплить чердак заранее. Лезть на чердак, вот это максимально то, что я бы сейчас не хотел делать. Но для того, чтобы показать некоторым нашим замечательным зрителям и комментаторам то, что у меня тепловой контур закрыт полностью и установленные заранее софиты никоим образом не влияют на работоспособность дома, я это сделаю. Ну а второе, для того, чтобы показать, как работает чердачная лестница и еще раз порекомендовать вам видео, где я ее мастерил. А мы идем с вами пока по краю нашего дома. Здесь придется все разбирать, да? Ну, ради вас, друзья, я готов это сделать. Посмотрите, Мауэрлат закрыт десяткой и еще пятеркой плюс. 15 сантиметров утепления. Десятка перекрывает термопояс. Мауэрлат стоит на 5 сантиметров, а стоит вглубь дома. И пятерка еще перекрывает Мауэрлат. Вот, понимаете, да? 10 сантиметров утепления армопояса и 15 сантиметров утепления Мауэрлат. И сверху сюда еще ляжет 15 сантиметров утепления плюсом, то есть будет 25. Я даже зарисовал специально для вас мой пирог стены. Эту картинку я сейчас увеличу. Даже если бы я карниз в то время не установил, то сейчас я все равно бы подвел его сюда. Было бы то же самое. Поэтому еще раз хочу сделать акцент на том, что я тему карниза продумал заранее. Очень хочу поделиться с вами промежуточным этапом. Я хочу издалека посмотреть. Сейчас еще УСБшечка. Вот здесь все закроем, пройдем. Останется сделать флигель. Там вообще сложности я не вижу. Потом пойдет веранда. И эта веранда там тоже проблем нет. Это все делается, можно сказать, со стула. Самая страшная для меня высота. Все остальное вообще никаких проблем. Наконец-то мы закончили. Теперь мы должны прострелять все это мембраной и поставить вертикальный брусок. В прошлом выпуске я говорил про Технониколь Альфавен 110. Это трехслойная супердиффузионная мембрана, которая является полной ветро-гидрозащитой, но пропускает пар. И, кстати, очень хорошо. Как я и обещал, сегодня я вам покажу эти эксперименты. А сейчас этой штукой мы закроем нашу стену. Но прежде мне надо ее накроить, потому что у меня осталось всего 4 отрезка с прошлого выпуска. А мне надо 7 штук. И кроить, наверное, буду прямо здесь. Мембрана со мной. Комфорт. Приступим. Сейчас пленкой закрыто окно полностью. И я должен его открыть. Я делаю это все банально, не знаю. Но, понимаете, если бы это была парозащита, то, конечно, здесь нужно все полностью герметично, аккуратно проходить. Но так как это ветро-гидрозащита, у нее задача очень простая на самом деле. Это защита от ветра и воды. Тем более, что скоро она закроется отливами. Поэтому я делаю очень просто, по типу конвертов. Посмотрите и в комментариях мне, пожалуйста, напишите, правильно это или что-то можно оптимизировать. Потому что окон еще много. Итак, первым делом, чтобы было удобно, я разрезаю по всему периметру 10 сантиметров. Ну, 10-12. Это не принципиально совершенно. Сейчас все узнаете. Почему? Начинаю с низа, просто чтобы было удобнее. Где получилось больше, там можно красиво загнуть. В конечном итоге получилось что-то такое. Только единственное, вот эти углы остались открытые, конверты. Понятно, что когда появятся отливы, это все закроется. И это будет очень скоро. Но тем не менее, если вы что-то знаете по этому поводу или уже как-то это решали, пожалуйста, подскажите. Очень интересно. Почему-то, когда я начинаю работать с мембраной, как правило, поднимается ветер. Наверное, для того, чтобы показать, насколько эта супердиффузионная трехслойная мембрана классно себя чувствует во всех погодных условиях. Так вот, есть один момент, с которым я столкнулся и для которого у меня есть решение. Вы уже увидели край торчащей мембраны, которой очень сложно сейчас зацепиться, потому что клейкого слоя с этой стороны нет. А на этом листе клейкий слой находится с наружной стороны. Поэтому компания Технониколь, да, друзья, я буду рекламировать ее на протяжении всей работы по утеплению и обработке фасадов. Потому что, когда пользуешься продукцией одной компании, то все с друг другом хорошо коннектится, крепится, соединяется и работает правильно. И ее, кстати, я уже использовал на всех видео по пароизоляции нашего потолка. Поехали вниз. Теперь просто очень аккуратно надо снять защитный слой. Самый правильный вариант положить первый стартовый брусок, и на него мы уже зафиксируем наш ОСП. Для чего это делается? Чтобы у нас была подпитка вентиляции нашего вентилируемого фасада. На место, где ОСП заканчивается, обязательно нужно поставить стыковочный брусок. Можно, конечно, заранее было продумать, чтобы ОСП закончилось в этом месте, но так никто не делает. Поэтому мы просто вмонтируем сюда брусочек наполовину шва. Помните, в начале ролика я говорил про ошибку, которую вы 100% должны были заметить? А также в Инстаграме я выкладывал специально по этой тематике пост. Ошибка моя на том фасаде заключалась именно в том, что на втором этаже я поставил лист без завязки угловой косынки, так скажем. Угол всегда завязывается цельным листом. Г-образный запил – это обязательное условие на всех оконных проемах. В моем случае на втором этаже на предыдущем фасаде лист лег ровно под подоконник, и я не стал выпиливать Г-образку. Тут двоякое мнение. С одной стороны это неправильно, с другой стороны это имеет место быть. Но все же на остальных фасадах я решил делать правильно. Поэтому сейчас запилю Г-образный запил. Возможно вы сейчас скажете, да ты можешь повредить мембрану. Нет, друзья. Вы видите этот четкий рез болгарочкой? Я специально уменьшил пилку лобзика под размер своего брусочка. 47 мм. И теперь лобзик никаким образом не касается мембраны. Только 47 мм. Так, температурные компенсаторы на горизонтальных поверхностях я решаю вот такими саморезами. У них два больших плюса. Первый – он делает зазор. А второй плюс – он своей шляпкой удерживает лист в пазу, пока я его примеряю. Лучше работать без перчаток в данном случае. Так будет легче. И ставим это все на саморезики. Да, друзья, с девяточкой, конечно, работать может быть и удобней. Но двенашка вам даст отличную работу уже с вент-фасадом. Двенашка лучше. Здесь надо будет перехватиться. Два раза. Тихо. Ногу подставляю. Ногой поднимаю. Так, температурник есть. Все. Очень важно оставить вентиляционный пазик. Потом в конце, когда сделаю уже вент-фасад, оставлю здесь эти два сантиметра и сделаю декоративным уголком. Снизу это видно не будет, а здесь будет фасад дышать. Так, друзья, вы знаете, насколько я люблю делать качественно и эстетично. В общем, устав от кривого реза электролобзика и стремясь к совершенству, я немножко раскошелился и взял себе циркулярку. Очень быстро и пару слов о этой замечательной циркулярке. Модель DKCS1000. 4200 оборотов в минуту. Ну, максимальная глубина реза может достигать 26 миллиметров. Минимальная, собственно говоря, там от одного. У нее даже есть луч, по которому можно пилить. Можно подключаться к строительному пылесосу, но в моем случае работаю на улице, мне это пока не нужно. Также имеет несколько разных вариаций лезвий. По дереву, по металлу, по кафелю и так далее. Все идет в комплекте. В руке лежит классно, имеет несколько степеней защиты от дурака. В общем, рекомендую, ее вы еще не раз увидите в наших видосах. Уверен, кто-то из вас сейчас находится в непонимании, зачем я ставлю ОСП. Даже был такой комментарий, зачем на каменный дом каркасные конструкции фасада. Объясняю. Я не знаю точно, когда доберусь до фасадной отделки, а срок нахождения мембраны Альфавент под открытой агрессивной средой, по документам, не более трех месяцев. Поэтому я принял решение сразу же ее защитить, закрыв фасады ОСП-3. Толщина 12 миллиметров. Я думаю, теперь ход моей логики вам ясен. Но на этом я не ограничивался. Как оказалось, на ОСП просто отлично подходит фасад Хауберг. Получается, что ОСП, которую я устанавливаю, это уже точно не пустая трата средств. Кстати, спасибо, что подсказали мне в комментариях. Сейчас я очень тщательно изучаю этот вопрос. На днях совершенно случайно узнал, что такой фасад у моего товарища в поселке. Я, конечно же, съездил к нему посмотреть, и вот вам эти кадры. Блин, мне нравится. Не, мне нравится. У меня он сейчас свояк, он будет сайдинг обдирать, уже купил. Только он полукруглым хочет. Материал мне понравился. Теперь уже точно это будет Хауберг. Ругайте меня, не ругайте. Но мне понравилось, и я хочу его. Как мы знаем из урока физики, при нагревании предметы расширяются, при охлаждении они сужаются. И вот с ОСБ листами это не исключение. Поэтому обязательно нужно заложить температурный шов хотя бы 2-3 миллиметра. Очень часто использую разный калибр саморезов, и частенько переходится перекидывать разные биты ПЗ или ПХ на шуруповерт. Поэтому я пошел дальше и приобрел еще один дековский шурик. Вот такой. Ну, только он без фонарика, но его удобно ставить на подставку. У него есть лямка, чего не хватало в том шуруповерте. И тоже очень удобный. Вот сюда я поставил ПЗ. И теперь мне очень удобно работать. Я, друзья, нахожусь под кукушкой. И вот это единственная плита, которая отделяет меня от окончания работы над этой стеной. В последнее время часто стали прилетать комментарии про рекламу. Я никогда не буду рекламировать что-то плохое. То, что я сам бы себе не стал бы использовать. Или просто рассказал бы только для того, чтобы заработать какие-то деньги. Понятно, что все покупки, которые я совершаю, они делаются на какие-то финансовые поступления. И часто это делают рекламодатели. Но я вас уверяю, что на рекламу я беру только те материалы, которые мне самому приятно держать в руках. Или которые я сам мечтал приобрести. И тут мне как-то это подвернулось. Поэтому реклама будет. И кому она не нравится, друзья, значит, наверное, канал не для вас. А я прикручиваю последний листок. В прошлой серии я обещал показать несколько прикольных экспериментов. И, по-моему, сейчас для этого самое время. Суть их очень простая. Я хочу показать, как работает правильная гидроветрозащита с эффектом паропрозрачности. Как-то я сильно вычурно выразился. Но не в этом суть. Маленький клочок гидроветрозащиты и вот такой стакан. Точнее, пробирка. Как я уже говорил, что так ее класть, что так, без разницы. Но мы положим ее, наверное, правильным. То есть стороной к дому. Мы же считаем, что это стена, и она пропускает пар. Вообще, для чего я затеял эту тему? Очень многие зрители писали в комментариях о том, что стена в любом случае будет гнить. Влага будет скапливаться в минвате. И ты, в конечном итоге, потеряешь свои красивые стены. Именно для таких комментариев я и провожу этот опыт. Для этих целей я наливаю кипяточек в наш стакан. По-хорошему, если бы сейчас было на улице холодно, мы бы увидели уже пар. Но так как на улице тепло, нам нужен какой-то эффект. Поэтому я просто поставил такой стаканчик и ждем, что же будет дальше. Если стакан наполнится сейчас влагой, то пар проходит через мембрану. Если же ничего не изменится, соответственно, весь наш опыт – это пустая трата вашего времени. Вы уже заметили, как маленькие капельки кондексируются на стакане, который сверху. Да, их прям видно. Как же интересно проводить подобные опыты вечером, на закате, на собственной террасе. Так, ну ладно, не суть. Снимаем нашего испытуемого. И показываю вам, что произошло внутри. По-моему, отсюда у меня сегодняшний ролик и начинался. Так вот, друзья, я хочу подытожить проделанную сегодня работу. Техноблог рекомендую. Альфавент рекомендую. В следующих видео я доделаю вот эти стены. Обойдем двери. Обойдем вон то окно. Обойдем французское окно. Объясню, как я это сделаю. Обойдем холодильник. Кстати, всех поздравляю с началом строительного сезона. Я думаю, он у многих уже начался. У меня, во всяком случае, он не заканчивался вообще. Впереди в этом году у нас подвод газа в дом. Отопление. Дел на самом деле не в проворот. И я очень рад, друзья, что вы со мной. Поэтому давайте посмотрели видео. Спускаемся в комментарии. И продолжим наше общение там. Все, ну а я с вами прощаю. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok